Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Отопительный сезон. Где стартуют раньше и почему с подключением все же лучше не торопиться? Бесплатные обеды для всех школьников не исключено, но пока обсуждается. А как уже бесплатно кормят начальные классы, проверяют спецкомиссии. Городское фермерство. Как вырастить шпинат без грядки и превратить это в бизнес в сети фермеры, делится опытом. И новый самодельный в Ижевске на линию вышел самый удобный компай. Отопительный сезон в республике. Первым может стартовать в Ижевске. Глава города подписал постановление. С 14 сентября это понедельник можно начинать подавать ресурс. 3,5 тысячи ижевских многоэтажек такую техническую возможность получат. Однако нужно помнить, раннее подключение увеличит и суммы в платежках. Подача энергоносителя должна осуществляться по истечении пяти суток. В течение этих пяти суток среднесуточная температура не должна превышать 8 градусов по Цельсию, плюс 8. Ну, уверен, что к понедельнику мы не перешагнем этот рубеж по температуре. Но, тем не менее, с 14 сентября, если у жителей дома будет желание подключить тепло, они могут обратиться в управляющую компанию, и тепло будет подано. К подаче теплоносителя готовые социальные объекты Ижевска, садики, школы и больницы будут подключать, что называется, по требованию. В целом, готовность республики к отопительному сезону в Министерстве строительства и ЖКХ оценивают на 98%. Сформированы запасы основного и резервного видов топлива. Работы идут быстрее, чем в прошлом году. В Удмуртии продолжается проверка школьных обедов. Бесплатное питание с 1 сентября получают все ученики начальной школы. Во время рейдов эксперты собирают предложения и претензии. Сегодня состоялась поездка в Воткинск. Там школьное питание организовано особым способом. Подробности расскажет Александр Демидов. Здесь у нас приемка полностью всех продуктов производится. Это Воткинский комбинат питания. Он обслуживает все школы города. Здесь продукты чистят, моют, перерабатывают и отправляют в учебные заведения. В рамках единого меню, утвержденного Роспотребнадзором. Соответственно, мы за счет этого соблюдаем все санитарные правила. И у нас нет первичной обработки на школьных столовых. Она проходит вся здесь. Проверкой всех школ Удмуртии сегодня занимается спецкомиссия с участием общественников. Активисты следят за качеством бесплатного детского питания. Его с 1 сентября получают все ученики начальной школы Удмуртии. А это почти 90 тысяч человек. Сейчас каждая такая проверка проводится вместе с родителями. В первые дни, когда дочь пошла в школу, было интересно вообще, будет она в школе есть или не будет. Честно говоря, обрадовала, что она ест. И пьет молоко, и ест, говорит, что вкусно. Ребенок приходит из школы сытый. И мы попробовали то, что едят наши дети. Все родители остались довольны. Свои порции мы доели. В условиях пандемии эксперты также проверяют соблюдение в школах санитарных правил. Наличие рециркуляторов, антисептиков, раздельные входы для детей. Серьезных нареканий у экспертов пока нет. Но зато много вопросов накопилось у родителей. Безусловно, есть дети, которые имеют какие-то заболевания. Сейчас мы до 15 сентября с родителей собираем такую информацию. И для них будет создано специальное меню, которое мы будем использовать, чтобы наши дети были сыты все и были все накормлены. Вообще пока довольны. Поэтому я немножечко уже успокаиваюсь, что по республике процесс организован. Продолжаем сотрудничать с родителями. На следующей неделе у нас будут собираться представители родительских комитетов со всей республики. И при министерстве мы организуем совет родителей республики. То есть для того, чтобы понимать, повторюсь, год сложный, понимать, что происходит на местах, снимать многие вопросы. С начала сентября проверки прошли в нескольких школах Ижевска, а также в Завиаловском районе и Сарапуле. Завтра комиссия отправится в Можгу и Можгинский район. Задача стоит в течение месяца проверить школы по всей республике. Александр Демидов, Юрий Дроздов. Новости. А в Госдуме обсуждается возможность сделать школьное питание бесплатным для всех классов. Сегодня об этом рассказали депутаты, которые представляют в российском парламенте нашу республику. Сейчас можно провести полноценный мониторинг и посмотреть, как первый полноценный новый учебный год отработают те инициативы, которые сегодня реализуются на местах. И смотреть и возможности бюджета, и участие региональных властей, по более предметному подходу к формированию самого меню, является ли оно сбалансированным действительно, какова себестоимость предоставляемой данной услуги. Это большая работа, которой занимается и профильное федеральное министерство, и это большая ответственность к предметному подходу на местах. Напомню, что впервые о необходимости обеспечения учеников младших классов горячим питанием заявил президент Владимир Путин в своем послании федеральному собранию в январе этого года. На эти цели решено было направить финансирование сразу из трех источников федерального, регионального и муниципального бюджетов. Всего около 90 миллиардов рублей. В Удмуртии, напомню, бесплатное питание получает 87,5 тысяч учеников. Удмуртия вместе со всей страной готовится к единому дню голосования. Он состоится в воскресенье, 13 сентября. Но, как и во время голосования за поправки в Конституцию, сделать выбор можно и раньше. Досрочное голосование идет со 2 сентября. 3,5 тысячи человек уже проголосовали. 496 участковых избирательных комиссий будет задействовано. Но они и задействованы уже на данный момент. Комиссии готовы. Средства индивидуальной защиты розданы. Участковые избирательные комиссии. Соответственно, бюллетени напечатаны. Информация по каждому кандидату, она имеется. Плакаты информационные. То есть комиссии готовы к проведению единого дня голосования. Этой осенью жители Удмуртии выбирают депутатов в городские думы. Плюс в некоторых районах пройдут до выборов в Государственный совет. На всех участках будут строгие меры санитарной безопасности. 38 промышленных предприятий из Удмуртии стали в этом году участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Работают они теперь по-новому в режиме бережливого производства. И уже с осени начали считать приличную прибыль. Дмитрий Вороновнин побывал на одном из таких заводов. Ему слово. Мало кто знает, несколько лет назад ижевские тепловики приняли самое непосредственное участие в организации отдыха гостей Олимпиады в Сочи. Те согревались при помощи этих уличных газовых каминов. Данное изделие было разработано в 2014 году. И сразу было поставлено на олимпийские объекты в Сочи. И наша продукция, собственно, обогревала спортсменов и участников зимней Олимпиады в Сочи. Ижевским производителям тепловой техники и в этом году есть чем гордиться. Например, они стали производить на 18 тысяч тепловентиляторов больше. А возможным это стало благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Завод вступил в проект в марте этого года. Результаты – это порядка 23-процентный рост производительности. Само продукции снижение до 50% НЗП, снижение отходов. Приятие за счет нового картирования металлоизделий и так далее. Для завода, который занимается этим постоянно, а он лидер, для него не новое, войти в процесс бережливого производства – это очень хорошие результаты. При поддержке экспертов Федерального центра компетенций на предприятии внедрили принципы бережливого производства. Например, здесь перешли с конвейерного на так называемое ячеечное производство. Это сразу же позволило производить в сутки на 135 тепловентиляторов больше, а это дополнительные 30 миллионов рублей к выручке. Провели диагностику, также проводили обучение рабочей группы, определяли, какие проблемы, какие трудности есть в процессе производства продукта, и посмотрели, какие инструменты бережливого производства смогут помочь как раз с этими проблемами работать. Оптимизировать производство в рамках нацпроекта на предприятии продолжат и дальше. Наше предприятие еще до входа в национальный проект занималось непрерывными улучшениями. А, собственно, под эгидой ФЦК наш проект будет продолжаться до 2022 года, и мы ожидаем повышения производительности труда до 30%, не только в выделенном пилотном потоке, а по предприятию в целом. Точно так же по-новому и бережливо с этого года начали работать еще 37 предприятий Удмуртии. Все они прошли строгие критерии оценки экспертов Федерального центра компетенций и приступили к реализации мероприятий нацпроекта. Дмитрий Вороновин, Досиль Харяков, новости. На Ижевских улицах сегодня заметили вот такого неожиданного гостя. Кабан в городе. С такими заголовками по соцсетям разлетелось видео. На нем зверь гуляет возле Удмуртского госуниверситета. Но, как оказалось, очевидцы ошиблись. Мы показали видеоспециалистам. Они определили животное домашнее. Это поросенок. Ветеринарная служба ознакомилась с видеоматериалом, размещенным в соцсетях. На видеоматериале видно, что по городу перемещается домашний поросенок. На место выехали ветеринарные специалисты. Поросенок обнаружен не был. Ветеринарные врачи городской станции по борьбе с болезнями животных готовы осмотреть поросенка и исключить инфекционные заболевания, как только поросенка поймают. Такие поросята-беспризорники опасны. Они могут подхватить африканскую чуму свиней и стать источником заражения. После принятия нового федерального закона об ответственном вращении с животными разрабатывается подзаконный документ, который определяет и ответственность хозяев за такой самовыгул. Кстати, такого же самостоятельно прогуливающегося поросенка сегодня заметили и на улицах Кизнера. А в Удмуртии появились первые сити-фермеры. Сити значит городские. Это слово здесь главное. Новая технология позволяет выращивать зелень и даже овощи или ягоды круглый год. И для этого не нужны ни грядки, ни даже солнце. А что нужно? Первые удмуртские сити-фермеры рассказали Оксане Худяковой. Спинат. Это уже четвертая срезка зелени, выращенной на таких вертикальных установках. Здесь вместо земли специальная минеральная вата, а питание растения получают при поливе. Семья Головкиных стала одними из первых в Удмуртии сити-фермеров. Новые агротехнологии увлеклись поначалу для себя, чтобы на столе круглый год была свежая зелень. Была сауна, откуда мы потом печку убрали и поставили первую установку, где начали выращивать зелень. Это было зимой. Представляете, зимой когда ты срезал. Я не знаю, для нас, для нашего климата это вообще просто нереально. Есть зимой такую свежую зелень. Эту площадку Головкины называют экспериментальной. Здесь подбирают наиболее подходящие сорта и оптимальные параметры. Я через интернет, через специальное приложение могу регулировать все параметры. Я могу добавлять, убавлять, долготудня увеличивать, сокращать, если мне это нужно. Также у меня установлены камеры, и это позволяет мне еще визуально это видеть. На сегодня сети фермерства для Головкиных из увлечения переросло в семейный бизнес. В деле и дети. Старшие уже работают здесь на равных с родителями. Уроки делаю я вечером, а утром, когда надо резать шпинат, я встаю в 7 и покушаю, иду резать шпинат, а потом иду в школу. Я хочу научиться это всему. Делать все это. И чтобы в будущем мне это помогло. И это действительно так. Сети фермерства – технология будущего. Она позволяет выращивать зелень, овощи, ягоды вне грядок и на продаже, и для себя. Такую установку можно организовать даже в городской квартире. Как это сделать, в Удмуртии теперь будут учить. Очень хорошо, что у нас на территории нашего региона в этом году три техникума получили гранты. Это Осановский техникум, Увинский техникум и Можгинский техникум. Они получили гранты на организацию лаборатории по сети фермерству. Я уверена, что это такая очень хорошая возможность готовить кадры у нас. Головкины тоже учатся самостоятельно. Ездили в Голландию, консультируются у столичных специалистов. А после прямого эфира с министром ими заинтересовались и крупные зарубежные силеноводческие хозяйства. Предложили разместить информацию о первых в Удмуртии сети фермерах на своих информационных ресурсах. В республике своим сети фермерам готовы помочь и финансово. Например, грантами. В этом году такую поддержку получил проект по выращиванию микрозелени. Оксана Худюхова, Андрей Бусыгин. Новости. В столице республики на маршрут вышел необычный трамвай. Можно сказать, самодельный. Ижевские транспортники собрали его сами. Получился низкопольный вагон. Зачем городу такой, знает Елена Абуховская. Установлена кнопка сигнала водителю. На остановке можно воспользоваться и подать дополнительный сигнал на вход-выход. Вагон нового трамвая напичкан кнопками, рычагами, зарядками. Вот и в кабине водителя, как у пилота самолета. По сравнению с остальными, очень легкий. Набирает ускорение, торможение. 15 позиций. Очень плавное. И торможение, и вкус. В салоне вагоне установлены камеры. Шесть камер. А еще новый трамвай низкопольный. Такой впервые запускают на городские улицы. Прежде всего, для удобства маломобильных пассажиров, пожилых людей. После реконструкции вагон стал не только ниже, длиннее, вместительнее на метр. Здесь осталась, как мы говорим, хребтовая балка несущая. На базе этой балки изготовлен новый кузов. Установлен новый электрический привод, новая электрическая схема. Установлены дополнительные функционалы зарядки, кнопки вызова, кнопки сигнализации. Как раз одно из требований сегодняшнего законодательства – это низкий полк. Это для того, чтобы и инвалиды на колясках, и те, кто у нас дети, мамы с маленькими детьми на колясках, они могли без проблем зайти на одну из трех площадок. Новый трамвай запустили по городу пока в тестовом режиме. В первый месяц он будет курсировать по 12 маршруту. В целом достаточно комфортно. То, что все равно пониже. Пониже, да. Это не три лестницы, которые ты тащишь на себе, поднимаешь и просишь помощи. Здесь можно самой обойтись и исправиться. Всего в Ижевске сегодня семь модернизированных трамвайных вагонов. Их реконструируют в рамках специального проекта. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин. Новости. На этом у нас все. Удачи вам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова